Сменила форму и фуражку на чулки и шпильки. В Австралии надзирательница одной из самых жестоких тюрем страны стала порнозвездой. Девушка уверена, с такими формами, как у неё, в потенциарном ведомстве карьеры не сделать. Вот и решила радовать глаз тех, кто будет за это платить. Всё началось со стриптиз-клуба. Что было дальше, расскажет Татьяна Прокуратова. Яркие костюмы, страстные движения и толпы зрителей трудно поверить, но стриптизёрша и порнозвезда, которая выступает на сцене у веселительного заведения, ещё совсем недавно работала надзирателем в одной из самых жестких тюрем Австралии. Изабелла Дел Тор управляла несколькими отделениями из 20-40 человек, заключённых и персонала. А в итоге в 2018 году она выиграла конкурс «Голая мисс мира». Это престижная награда в порноиндустрии. Историю своей необычной жизни Дел Тор рассказала журналистам. Я была хороша в своём деле, но я постоянно боролась за то, чтобы двигаться выше по карьерной лестнице. И поняла, что серьёзного успеха не добьюсь. Изабелла говорит, она никогда не испытывала недостатка внимания со стороны мужчин, как на улице, так и в тюрьме. Дама решила, раз уж внимания сильного пола не избежать, то стоит на этом хотя бы заработать. Дел Тор втайне увлеклась стриптизом. Надзиратели заметили владельца одного из популярных стрип-заведений и позвали выступать за деньги. Дама уволилась и навсегда сменила строгую форму надзирателя на нижнее бельё, чулки и шпильки. За одну ночь эротических танцев девушка получала столько, сколько зарабатывала в тюрьме за две недели. Дальше больше. Изабелла стала работать веб-кам-моделью и сниматься в порно-роликах, которые сама называет эротическими. Я занималась порнографией, но технически этот термин называется эротика, так как я снимаюсь в одиночестве или с другими актрисами. Я не работаю с парнями. Это и есть порнография. Психологи считают, что такая неожиданная перемена сферы деятельности – естественная реакция человека на особенности работы в силовых структурах. Если брать такую профессию, как правоохранительные органы, ограничения огромное количество, и человек в постоянном напряжении. Нельзя. Нет. Нет. Всё по правилам. И, конечно, в таких ограничениях хочется свободы. И как выразить этот протест? Вот таким образом и поступила девушка. Изабелла Дел Торни – единственная дама в погонах, которая прославилась за счёт своих прелестных форм. Так, к примеру, два года назад из-за страстного эротического танца была уволена сотрудница управления внутренних дел на московском метрополитене Кристина Негодина. Несмотря на увольнение, дама приобрела сумасшедшую популярность. Её также, как и австралийскую коллегу, звали танцевать в стриптиз-клуб. Но она, видимо, отказалась. Судя по страничке бывшей полицейской в интернете, теперь Кристина работает косметологом. Сотрудники силовых ведомств часто талантливые люди, которым бывает сложно реализовать себя на работе. Приходится делать сложный выбор. Хабиб Шарипов уволился из полиции после того, как приобрёл большую популярность в интернете, благодаря своим выдающимся вокальным данным. Теперь у него контракты с ведущими музыкальными лейблами и гастроли по всей стране. Справедливости ради нужно отметить, что многие сотрудники силовых ведомств могут быть успешными и в своей основной работе. Быть талантливыми криминалистами или надсмотрщиками. Так что нельзя исключать, что Изабелла Делтор вернётся на службу в тюрьму, когда скоротечная карьера стриптизёрши подойдёт к концу. Татьяна Прокуратова, Вести, дежурная часть.